Добрый вечер. Наша тема сегодня связана с тем, что сегодня такой международный день всех, кто соотносится с Торой, независимо от того, принадлежит он еврейскому народу или не принадлежит еврейскому народу. В 27 числа месяца, 27 числа второго месяца Мархешван считается, что Ноах вышел из Ковчега и начался новый мир, новый мир для всего человечества. И впоследствии, как мы знаем, из всего человечества был выделен еврейский народ для того, чтобы быть связующим звеном. Но тем не менее, как бы начало, оно такое общее начало. И наш урок сегодняшний посвящен вот этой дате. Вы спросили про Шуханарух Равшерки, то, что, скажем, меня поразило в Шуханарухе, в Шуханарухе Равшерке, и это, скажем, я бы сказал такое смелое очень его заявление, это то, что цель жизни человека – знать Всевышнего. Очень легко сказать, но как с этим, как с этим соотнестись, как себе представить, какие выводы можно сделать из этой посылки. Вот я об этом сегодня хотел бы поговорить, что значит знать Всевышнего. Наверное, это очень личное также у каждого, может быть, свое представление. Я попробую дать какие-то общие моменты, так как мне представляется эта тема – знать Всевышнего. Вот, скажем, понятно, что можно представить себе весь мир, как что он сотворен для того, чтобы Всевышний вел диалог с человеком. И не случайно мир сотворен словом, и мы можем представить себе, что все окружающее нас – это фактически речь Всевышнего, которая обращена к нам, и мы должны были бы ее с вами понять. Вот, скажем, посылка Равшерке, шуханарух для бнейнох, видение, цель жизни человека – познание Бога. Вот, и дальше, какие у человека есть инструменты познания Бога? Мир сотворен для диалога с Богом, мир представляет собой речь, обращенную к человеку. Но какие человеку даны инструменты? Я вам сказал, что это разум и чувства. Мы смотрим на окружающий мир, мы пытаемся его проанализировать с точки зрения того опыта, который у нас есть, с точки зрения того, что мы видим и ощущаем. И, конечно, чувства мы стараемся, или, скажем, не стараемся, даже мы чувствуем мир окружающий. Но мир, который нас окружает, он, скажем, да, он ограничен. Не все поддается нашему разуму, не все поддается восприятию чувств. Вот, и мы можем представить себе, что Всевышний сотворил на второй день творения, Всевышний сотворил перегородку, да, ракия или небеса, да, и мы себя спрашиваем, что такое небеса. Вот, и Талмуд в трактате Хагига нам дает два ответа, да, что небеса – это не та вода, скажем, не те верхние воды, Всевышний отделил верхние воды от нижних вод. Можно представить себе, что верхние воды – это облака, это те какие-то глыбы льда, которые есть в космосе. Все это не то, да. Верхние воды – это мир духовный, который отделен от материального мира и не дан человеку напрямую для познания разумом и ощущения чувствами. И наши мудрецы говорят, что небеса, они на иврите определяются словом «шамаем», которое имеет как бы две расшифровки, или там можно прочитать его, разбивая его на слова, не само это слово, разбивая на два слова, можно прочитать там как «шамаем», там вода, там верхние воды. То есть каждый раз человек, когда пытается дотянуться, почувствовать или познать, духовный мир остается там, да, вот, где-то там, за пределами разума. «Шамаем», там воды, условно говоря, верхние воды, духовный мир всегда там, рядом, но там. Или на другое обращение «эшумаем» – огонь и вода. Мир иной, не похожий на наш мир, там противоположности, такие как огонь и вода, могут существовать вместе, нету между ними разделения принципиального, или, по крайней мере, нету между ними противоречий, они не уничтожают друг друга, они существуют в гармонии. Это духовный мир, который, опять же, отделен от нас и не дан невозможным восприятием разума и чувствам, что нам помогает к разуму и чувству, находит дополнение, дополнение некоторое свойство или, скажем, способность, которое есть у человека, которое мы можем назвать пророчество. То есть восприятие мира, который несколько лежит за пределами, скажем, возможности разума и чувств. Вот. И сейчас я попытаюсь сделать share, да, вот, разделение, чтобы у нас был с вами текст на экране, который я приготовил для вас. Ну, то, что я вот как бы здесь попытался отметить для нас с вами, можем сделать это несколько крупнее, такой мой набросок, да, что мир, опять же, да, который окружает нас, он создан как, он создан как скрытие, да, скрытие духовного мира. Он может стать речью, да, обращением к нам, если мы вслушаемся, если мы сможем понять, если мы его раскроем, как речь Всевышнего, но изначально мы его воспринимаем как скрытие, как мир, который скрывает духовный мир, и существует некоторая перегородка, которая отделяет духовный мир, да. Вот. И ты стоишь в мире, который создан как скрытие. Как познать, познать духовный мир, познать Всевышнего, да. И мы можем представить себе то, что говорится об Аврааме, как он начал свой, как он начал свой путь, да. Он в метраже «Берешит раба» говорится, как вы помните, Авраам рассматривал мир, который его окружает и искал в нем духовные основы, искал в нем гармонию, искал в нем единое начало и не находил. И тогда он сказал, что не может быть, чтобы вот если город, если есть столица, да, как бы он представил мир как город, чтобы в нем не было хозяина. И когда он пришел к такому выводу, когда он это подумал, то выглянул, говорится, выглянул для него хозяин столицы, понятно, что это Всевышний хозяин мира, да, и сказал ему, я хозяин столицы, я хозяин мира. Отсюда мы понимаем, да, что, конечно же, Авраам человек особый, но тем не менее мы можем выучить из того, что, из его пути, из того, что происходило с ним, что если человек задается вопросом, если человек ищет, если человек ищет Всевышнего, если человек стремится приблизиться к духовному миру, он обязательно ему откроется в той или иной форме. Очень часто это индивидуально, очень часто у каждого человека, скажем, по-своему происходит его соприкосновение, его раскрытие с духовным миром, но не может быть, да, чтобы человек остался, если у него действительно есть убежденность в том, что есть единое начало, есть единый Бог, и он хочет соприкосновения с духовным миром, ищет этого соприкосновения, не может быть, чтобы он остался, как бы, без ответа, да. Очень интересно об этом говорит книга Зоуэр, опять же, о том же, что человек, который ищет ответ, он обязательно найдет его. Сейчас мы посмотрим. Вот, я здесь выписал для вас кусочек из книги Зоуэр, да, который говорит нам так. Вот, Раби Элиезер комментирует слово в начале Берешик, которое написано в начале Торы. Раби Элиезер начал разъяснять и воспользовался стихом из Ишаягу из 40-й главы, где говорится, поднимите глаза ваши и посмотрите, кто сотворил все эти. Вот, и, естественно, пророки часто требуют какого-то понимания, комментария, и Раби Элиезер спрашивает, куда поднять свои глаза, куда пророк призывает нас поднять глаза, к звездам, да. Мы, если будем смотреть на звезды, мы обязательно увидим, кто сотворил все эти звезды, кто сотворил это множество в мире, да, кто сотворил светило, мы это обязательно увидим. Совершенно не факт, да. И вот он говорит, что здесь пророк говорит, что поднимите глаза к звездам и посмотрите, да, посмотрите умственным таким своим взором, не глазами, а умственным взором поднимите свои глаза к тому месту, которое существует для вопроса, но не существует для ответа. То есть, когда ты смотришь на звезды, нужно было бы спросить себя, кто, кто, да, не обязательно посмотреть глазами, чтобы увидеть, а посмотреть глазами, чтобы восхититься этим миром, представить его красоту, представить его разумность, которая скрывается в его законах, и спросить, кто. Мы понимаем, что на вопрос, кто, в общем-то, нету ответа, потому что мы не можем ответить на вопрос, кто он есть Всевышний, да, кто он есть, кто он есть Творец, да, то есть напрямую как-то ответить на этот вопрос нельзя. Мы знаем, что, скажем, например, Спиноза попытался ответить на вопрос, кто таким образом, да, Бог – это природа, да. Тут же он попал в идолупоклонство, потому что Богу нельзя дать определение. Нельзя его определить, потому что любое определение, оно ограничивает. Так, может быть, тогда не нужно спрашивать, кто он? Нет, говорит пророк, спрашивать нужно. Аравий Леозер поясняет, да, что это вопрос, на который нету ответа. Ты смотришь на мир, ты смотришь на его красоту, и ты спрашиваешь, кто сотворил все это? И в этом вопросе есть смысл, хотя на него нету прямого ответа, да. Потому что Рабий Леозер говорит, что слово «ми», «кто», оно само по себе превращается в имя Всевышнего, то есть превращается в какой-то ответ, может быть, неполный, может быть, на каком-то уровне, который человек сразу и не осознает, да, но он получает ответ, кто есть Всевышний. Рассказать это очень трудно, потому что этот ответ идет через его душу, не через его разум, не через его даже сенсорные способности восприятия, он идет через его душу. Он как бы становится другим человеком, расширяются его возможности понимания, он приближается к, скажем, к возможности понять, а может быть, и начать как-то и ощущать духовный мир. То есть в вопросе, есть смысл задавать вопрос, на который нету ответа. Кто? То есть человек фактически, то, что нам говорит Рабел Леозер в книге Зоор, он находится в состоянии поиска, поиска Всевышнего везде, вокруг он понимает, что мир сотворен кем-то, в нем заложена мудрость, в нем заложена красота, и если действительно у него есть это понимание, и если это его волнует, кто он, то у него другое состояние у этого человека, состояние человека гораздо более близкого к духовному миру, гораздо более близкого ко Всевышнему, чем у человека, который не задает этот вопрос. так что познание Всевышнего, с одной стороны, можно сказать, что ну как это вот, ну как это познать Всевышнего, с другой стороны, можно сказать, что есть духовный мир, и соотношение с ним человека, оно очень индивидуально, и самое главное, это идти по миру, понимая, что, понимая, что есть духовный мир, стремиться искать его, стремиться искать Всевышнего, и представлять себе мир, как речь Всевышнего, которую нужно было бы, которую нужно было бы расшифровать, понять или, по крайней мере, как-то соотнестись с ней. Скажем, на этом моменте мы можем остановиться, и если есть какие-то вопросы, то мы можем их попытаться с вами обсудить. Если нет, то я продолжу. Пожалуйста, если что-то хочется спросить, включайте микрофоны и спрашивайте. Окей. Ну, я смотрю, у них очень есть вопросы. Вот я всегда тогда с вашего разрешения считаю, что все понятно, и мы с вами продолжаем, мы с вами продолжаем дальше. Вот я включаю... Вот... Что можно предложить, кроме вот такого вопроса, постоянного, ежедневного, или, по крайней мере, когда ты соприкасаешься с этим миром, с его красотой, кроме вопроса, кто сотворил это, что еще можно предложить человеку для того, чтобы встать на путь познания, путь познания Всевышнего, если пойти за этой посылкой Рафшерги, что это действительно является целью жизни человека, значит, этому уж, по крайней мере, надо уделить сильное внимание, да? И вот, поскольку мы с вами сказали, да, что ни разум человека, ни чувства человека напрямую не берут, как бы, да, не берут духовный мир, и нужно... нужно какое-то усилие, напряжение, вопрос, как мы с вами сказали, да, для того, чтобы соприкоснуться с духовным миром, то, скажем, да, и то для того, чтобы, скажем, научиться понять правила законы, правила и законы духовного мира, для того, чтобы представить себе, как духовный мир появляется в материальном мире, для этого очень важно изучение пророков. Я не говорю о... я не говорю о Торе, оно, безусловно, тоже очень важно об изучении самой Торы, да, но я бы здесь подчеркнул изучение пророков в пророках, как бы, да, когда мы изучаем пророков, то мы видим, как божественное присутствие проявляется и в жизни одного человека, и как оно проявляется в... как оно проявляется во всем мире. мы учим то, что, скажем, мы представляем себе, что в мире не все случайно, или, скажем, совсем не случайно, все не случайно, вот, когда мы изучаем пророков. Это одно, да, то, что называется ажгаха, управление миром. мы начинаем понимать, что Всевышний управляет миром, и случай здесь это не самое главное, скажем, случайность далеко не самая главная в этом мире. Вот, теперь мы с вами представляем себе и, как бы, законы духовного мира, да, начинаем через пророков, скажем, у нас есть главы, которые, как бы, описывают, если так можно сказать, что происходит на небесах, то, что происходит в духовном мире, то, что, да, безусловно, скажем, изучая пророков, нужно понимать, что все это только образы, образы, которые заставляют задуматься, прийти к какому-то обобщению, но ни в коем случае не воспринимать, скажем, то, что говорится о духовных мирах, как картины, как некоторый фильм, скажем, заснятый где-то или какие-то реалии, которые существуют в действительности, да, все, что мы, все, что нам говорят пророки о духовном мире, это, это картины, которые, которые даны нам как образы, чтобы мы задумались, у нас есть, у нас есть, скажем, есть в шестой главе пророка Ишаяху, у нас есть картина царя мира, который сидит на престоле, вокруг него стоят огненные ангелы, и они произносят слово свят, 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 да, то есть пророк видит видение, вот, он должен понять из этого видения, что Всевышний это, и понять, и может даже почувствовать, что Всевышний это царь, который управляет всем в мире, да, но в то же время ангелы предупреждают, да, что нельзя думать, что где-то существует место, где кто-то сидит на, действительно на престоле, они говорят свят, 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 в том смысле, что отделен от этого мира, отделен от всего, что только может быть связано с материальными образами, отделен полностью, и эта картина дана пророку только для того, чтобы представить и даже может быть как-то почувствовать, что Всевышний управляет всем миром, но не для того, чтобы он думал, что кто-то сидит на престоле, подобную картину видит и пророк Ихискель через где-нибудь скажем 140 лет, может быть больше, чем после пророка Ишаяху, и он видит престол Всевышнего, который находится над небесами, и под небесами он видит животных, которые как бы ангелов с ликами животных, которые несут этот престол, но престол стоит над небесами. Нам хотят сказать, что пророк хочет сказать, что Ишаях увидел это пророчество в один период, в то время, когда сыновья Израиля были на своей земле, когда стоял храм, а вот пророк Ихискель видит введение власти Всевышнего уже в период изгнания, престол как бы отделен от земли, он должен понять из этого, что власть Всевышнего скрыта, и что власть людей в мире, власть правителей похожа на проявление животных, животного начала существующего в мире, и тем не менее Всевышний управляет, что дух, который сидящего на престоле выше небес, он мгновенно проникает в животных, которые символизируют царство, правителей в этом мире, и вот дух сидящего на престоле мгновенно проникает в них, они не свободны, не подобные пророческие картины, пророческие картины, скажем, они нам помогают соприкоснуться с духовным миром, представить себе законы духовного мира, представить себе, что духовный мир там в духовном мире открыто, не скрыто, если материальный мир скрывает власть Всевышнего, то духовный мир он не скрывает, там ощущается власть Всевышнего, власть, скажем, единого начала. То, что, кстати, то, что помогает приблизиться к знать Всевышнего невозможно без понимания моральных законов и соблюдения моральных законов, потому что, скажем, да, как, скажем, если мы представим себе, что знать понимать может только подобный может только подобный подобного человек и создан по образу и подобию как бы для чего? Для того, чтобы понимать Всевышнего, для того, чтобы можно было с ним вести диалог, потому что только подобный понимает подобного. если нету подобия, нету понимания, и скажем, вот это образ и подобие, образ и подобие прежде всего выражается в прежде всего выражается в моральном законе, но моральный закон человеку ему очень трудно, практически невозможно прийти вот к моральному закону самому. Его опять же нужно брать из Торы и через высушение пророков можно представить себе моральный закон настоящий, я бы сказал божественный, но он не божественный, он просто настоящий, потому что люди не смогли прийти к пониманию настоящего морального закона, не не смогли прийти и не могут прийти своим умом, он тоже нужен как бы для его настоящего познания нужно откровение, и об этом говорит пророк говорит пророк Еремиягу, он говорит о том, что значит знать Всевышнего, вот у нас посылка, что нужно знать Всевышнего, что значит знать Всевышнего, говорит пророк Еремиягу, Он не идет тем путем, которым мы с вами пошли. Понять и ощутить. Он говорит немножко по-другому. Он говорит, пусть не хвалится сильной своей силой, пусть не хвалится богатой своим богатством, пусть не хвалится мудрой своей мудростью. А чем может хвалиться человек или что он может поставить на высшую ступень приоритетов, моральных ценностей, скажем, прославляться или как бы достоин прославления тот, кто знает меня. А что знает меня? Добавляет пророк Иомиагу. Я Бог, который творит закон и милость. То есть можно сказать и обобщить в одно слово мораль. Бог морали. Бог правил, которые должны быть на земле, отношения между человеком и человеком, которые нельзя нарушать. В общем, можно сказать, как бы, по крайней мере, грубо обобщенно, ни при каких обстоятельствах, потому что в этих моральных правилах, в этих отношениях между людьми проявляется образ человека. Не всегда бы. Вот. И это правила, они божественные. Не всегда можно ссылаться, скажем, на философов, но здесь можно взять для примера, можно взять пример Канта, скажем, Эммануэля Канта. О нем рассказывает, что когда в конце жизни он был тяжело болен, в общем-то, приближался его последние дни, к нему пришел врач. И Эммануэль Кант встал с постели. Врач ему велел немедленно ложиться, потому что ему нельзя стоять на ногах. На что Кант сказал, я еще не вышел из общества людей, то есть я еще принадлежу классу, обществу людей. То есть для него встать перед врачом, перед человеком, обладающим знанием, перед человеком, который пришел помочь ему, это проявить моральные качества. И эти моральные качества, они как бы доказывают, что он еще до сих пор принадлежит обществу людей. Он жив, и поэтому обязан, или, скажем, для него сама жизнь, в том, чтобы придерживаться моральных качеств. Но вернемся с вами, скажем, каких моральных качеств. Можем представить себе древний мир. В нем не существовало вот этого понятия, что человек создан по образу и подобию. А потому не было понимания того, что человеческая жизнь является высшей ценностью. Опять же, можно, скажем, сказать, что мы говорим обобщенно, может быть, есть какие-то исключения из этого правила. Но глобально говоря, в человеке заложен образ и подобие, и человеческая жизнь является высшей ценностью. Но не только сама жизнь, не только нельзя, не дай бог, убить больного ребенка, как это делают в Древнем мире, или ребенка, которого ты думаешь, что его не прокормишь, или то, что он тебе не нужен. Он в Древнем мире убивали детей. Это было не только в Спарте, это было повсеместным явлением детей, которые были больны, или которых считали, что они нужны, их убивали. И понятие того, что человеческая жизнь является высшей ценностью, опять же, может быть, за исключением каких-то случаев, которые мы сейчас не будем разбирать, потому, что человек создан по образу и подобию. Убивает человека, не дай бог, как говорит Тора, тот, кто проливает кровь человека, как мы знаем, он должен знать, что в человеке образ и подобие, и наказание за убийство, то, что кровь пролившего, кровь пролившего кровь человека, так же будет пролито. Как бы, это общее правило, которое есть в Торе. Но дело в том, что это человечеством оказалось неосознанно, пока не пришла Тора, и пока не распространилось влияние, пока не распространилось влияние Торы. И этого понятия в высочайшей ценности человеческой жизни его не было. Иногда сравнивают законы Торы с законами царя Хамурапи, который жил примерно так, даже когда жил Абраам, в 1800-е годы до этой эры, 19 век до этой эры, жил царь Хамурапи в Месопотамии, и вот остались от него законы. И какие законы, если не вдаваться в подробности. Если даже это внешне похоже на законы Торы, то, по сути, это отличается полностью. Там ребенок, сын рассматривается как имущество отца. Если там кто-то по ошибке убил сына чего-то, то его сын должен быть убит. Он как бы нанес ущерб имуществу тому, а теперь вот как мера за меру должен быть убит его сын. Женщина также рассматривается как имущество. Нету никакого равноправия, чтобы чувствовалось, что в каждом заключен образ и подобие. Есть власть имущие, и там одни законы, и есть рабы, и там другие законы. И, кстати, то, что мы с вами можем сказать, что образ и подобие человека предполагают не только то, что его нельзя убить, предполагают, что его не следует унижать, не следует порабощать. То есть к каждому человеку следует относиться с уважением. Опять же, я не беру там, скажем, какие-то детали, какие-то случаи. Берем общее понятие. Это те понятия, которые ввела Тора. И мы видим, что пророки и Тора сама, и Тора сама, которая говорит нам в главе Баира, что Всевышний говорит Аврааму, «Разве я скрою от Авраама то, что я делаю? Ведь я пришел его и его сыновей после него научить, как исполнять, что такое милости суд». То есть уже Авраама Всевышний учит тому, что такое милости суд. И дальше пророки подчеркивают, то, что без моральной основы, конечно, у человека нету никакой возможности приблизиться к Всевышнему, потому что он разрушает образ и образы подобия, а только тот, у кого есть образы подобия, он может говорить со Всевышним, так как только подобный может говорить с подобным. И, скажем, если мы с вами начали, что познание Всевышнего, для познания Всевышнего человеку хорошо изучать пророков, он соприкасается и с пророческим духом, который выводит его на новый уровень мышления, он представляет себе и духовные миры, и правила управления этим миром, и вмешательство, как бы божественное вмешательство в жизнь каждого человека, не только страны государства, но в жизнь каждого человека. Вот это дает ему какую-то основу в его жизни соотноситься со Всевышним, который присутствует везде, везде и повсюду, изучение пророков. И мы подчеркнули, что без моральных правил, которые нужно взять из Торы, потому что самому их не придумать, потому что философы великие, такие как Платон и Аристотель, они не пришли к этому пониманию, что каждый создан по образу и подобию для Аристотеля. Раб – это говорящий инструмент. То есть для них рабство, издевательство над человеком, любое издевательство над рабом, оно для них узаконено, несмотря на то, что они рассуждают о том, что такое этика, эстетика, что такое красота и так далее. И поэтому, конечно, основываясь на философах, из них можно что-то брать и так далее, но если говорить о морали, то нельзя основываться на философах, потому что человек никуда не приблизится. Мораль – она из Торы и из пророков. Теперь то, что можно сказать, скажем, представить себе, что, естественно, для того, чтобы чувствовать проявление Всевышнего в жизни, или, как сказал Раф Шерки, познать, познавать Всевышнего, очень помогает молитва. Молитва, она может быть как просьба, но даже когда человек обращается ко Всевышнему с просьбой, у него есть еще нечто большее, чем просто как бы сама просьба, изложенная Всевышнему, надежда получить ответ. Обращаясь с молитвой, он уже приближается ко Всевышнему, он уже начинает меняться, он уже развивает свой духовный мир. Поэтому молитва, она также, кроме того, что, кроме диалога со Всевышним, кроме обращения к нему с просьбой, она расширяет возможности человека, вот такого познания духовного мира, или даже, можно сказать, познание Всевышнего расширяет его возможности, потому что она, попытка приблизиться к нему, попытка приблизиться ко Всевышнему, кроме просьбы. Есть такой момент, который называется медитацией. Момент совершенно необязательный, и не очень практикуемый, скажем, не очень практикуемый в иудаизме, но, тем не менее, и не отрицаемый. Тут бы я хотел соотнестись с таким моментом. Вот, скажем, да. Есть, скажем, есть целый ряд уроков, которые там, скажем, я слушал на интернете. Мне кажется, не очень высокого уровня, когда начинают говорить, что все, что есть в мире, это проявление Всевышнего. Вот, вот он стол, и это проявление Всевышнего, и это, вот, и тут, и, скажем, любая материя, это проявление Всевышнего и так далее, да. Это, как ни странно, да, это не путь Торы, не путь иудаизма, да, потому что, да, есть целый ряд тонких моментов, которые, в общем-то, не позволяют таким образом сказать, что все есть проявление Всевышнего. Не то, что это неправильно, скажем, да, это не умещается в слова, или, скажем, да, может быть, сама по себе идея правильна, но тут вступает в силу принцип, который, скажем, можно сформулировать, он сформулирован как слово изреченное, есть ложь. Когда ты что-то еще себе что-то представляешь, да, это еще как-то допустимо, но когда ты начинаешь говорить, что вот все есть проявление Всевышнего, тут получается вещь неправильная, я попытаюсь представить, попытаюсь объяснить как-то, да. Вот, скажем, да, вот, например, да, в Торе говорится, да, что ибо есть запрет, есть кровь, в скобках можно сказать, что это относится к определенному виду крови, тот запрет, который есть действительно в Торе, мудрецы потом, кровь, которая, скажем, вытекает из животного струей, когда его зарезают, эту кровь нельзя есть с точки зрения Торе, мудрецы расширили это понятие, никакую кровь, которая выделилась из мяса, как бы выделилась из мяса, ее отдельно, ее нельзя есть, это не так важно, но то, что хотелось бы, то, что хочется сказать здесь, да, тем, что, когда говорится, что не ешьте кровь, ибо в крови душа, да, это некоторое такое условное понятие, да, потому что всякий раз, когда Тора говорит о духовных аспектах, она говорит некоторым условным языком, да, вот, скажем, душа, она не имеет, не имеет никаких параметров, так как принадлежащие духовному миру, она находится вне временных и вне пространственных, вне времени и вне пространства, и, скажем, какое-то время назад, пару десятков лет назад, была попытка американских ученых определить, сколько весит душа, они пытались взвесить человека, вот, в момент смерти, не про нас будет сказано, не про наших родных и близких, вот, пытались взвесить человека и определить, вот он сейчас еще живой, сколько он весит, а вот сейчас уже нету в нем жизненных сил, сколько он, сколько он весит, и посчитав разницу, определить, сколько весит душа, у них получилось 9 грамм, это, как бы, ужасная глупость, сама постановка вопроса, она совершенно неверна, вот, какие там происходят изменения с телом человека, когда душа уходит, это одно, но сама душа, она не имеет, естественно, не имеет никакого веса и никаких других материальных, материальных параметров, вот, поэтому, когда говорится, что душа в крови, да, это некоторое условное такое выражение, как бы, ну, как-то там приблизительно, да, вот, душа как-то проявляется, душа проявляется через кровь сильнее, чем, скажем, через другие материальные моменты, которые есть в теле человека, чем через органы человека, да, потому что вроде бы кровь, она сообщает жизненные силы всем органам, она движется по всему телу и так далее, все это хорошо, да, но душа, но душа это не кровь, да, и она не в крови, да, вот, она проявляется через кровь, допустим, да, она, скажем, сильнее проявляется через кровь, чем, может быть, через что-то, что-то другое, это одно, но душа не является, душа не является кровью, поэтому, значит, хотелось бы сказать, что, то же самое, скажем, можно сказать о любых духовных аспектах и о самом Всевышнем, когда Тора говорит, скажем, лицо Всевышнего, рука Всевышнего, безусловно, она не имеет в виду, что у Всевышнего есть лицо, и у Всевышнего есть рука, это все образный язык, когда начинается разговор о духовности, начинается образный язык, поэтому нельзя показать пальцем ни на одно место, да, и сказать, что здесь есть Всевышний, или что это вот проявление Всевышнего, да, и нельзя показать пальцем ни на одно место и сказать, что здесь нет Всевышнего, да, или что здесь нет проявления Всевышнего, Есть, скажем, мы не знаем, каким образом точно духовный мир соотносится с материальным, между ними, между материальным миром и духовным, в этом смысле, в смысле проявления, как бы, да, вот, есть какой-то зазор, говорят, иногда представляют себе, что есть вот имманация, да, духовный мир переходит постепенно, как бы, и становится материальным, да, все это хорошо, это тоже только образ, да, никаких реалий, потому что есть какой-то зазор, как бы, да, есть какой-то зазор между духовным и материальным миром, непознаваемый для нас. Если хотите, то та же самая, та же самая перегородка, о которой мы говорили, да, вот, Ракия, небеса, которая отделяет духовный и материальный мир и делает непознаваемым для нас их соединение. Поэтому, скажем, да, хотелось бы сразу сказать, что, скажем, познание Всевышнего, его нельзя соотносить, его нельзя соотносить напрямую с познанием материи. Можно спрашивать, кто сотворил, но не говорить, что Всевышний здесь. И уж тем более не говорить, что Всевышнего нет. А что делать? Вообще не говорить. Потому что слово не вмещает это, да, наше понятие не вмещает соотношение духовности и материи, да, не вмещает никакого образом. Можно, скажем, на эту проблему, скажем, эта проблема, может быть, надо сказать, леавдиль других религий, да, которые не могут с этим справиться, в частности, христианство, вот, скажем, и не может справиться с этим понятием, вот такой и соединенности духовного мира, и отделенности одновременно его от материального, оно не может справиться. Я сейчас не хочу приводить примеры, как бы, да, вот, но, это, скажем, в основном это проблема христианства, да, проблема мусульманства, она другая. Проблема мусульманства не признает, что человек создан по образу и подобию, и отсюда много вытихающих, вытихающих последствий, да, пренебрежения к человеческой жизни, вот, отсутствие понятия свободы выбора, выбора, как подобие Всевышнего, человек должен обладать свободой выбора, если этого нету, скажем, да, то нету и свободы выбора. Это, как бы, мы вскользь коснулись этих моментов, можем дальше, да, вот, тем не менее, тем не менее, существует, существует медитация, да, медитация, я бы сказал, что она уместна больше, да, при соотношении с торой, при соотношении с заповедями, да, в общем-то, в иврите даже нету такого слова медитации, есть понятие кавана, намерение человека, вот, когда он исполняет заповедь, что он себе представляет, да, что он себе представляет, например, да, утром человек заворачивается в талит, да, и тут, скажем, какая бы у него должна быть кавана или медитативная мысль, если так можно сказать, да, ну, ему бы следовало вспомнить, да, что Всевышний начал творение, начал творение мира с того, что он собрал, как бы, весь свет вокруг себя и, как бы, освободил пустое пространство, да, потому что, скажем, если представить себе, вот, Всевышний хочет создать человека, у которого есть собственное значение, собственная ценность, вот, а если, скажем, допустим, зажечь свечу рядом с солнцем, свеча не будет иметь большого значения, вот, поэтому Всевышний, как бы, он собрал свет, скрыл свет, да, для чего? Для того, чтобы зажечь свечу, для того, чтобы у человека, я скажем, душа которого, как свеча, была возможность выразить себя, да, найти самого себя, выразить себя, вот, поэтому он, ну, мир, творение мира начинается вот с такого скрытия, освобождения пространства для человека, да, да, и вот человек, заворачиваясь в талит, ему бы следовало подумать, да, вот, Всевышний мне с утра велел вспомнить о творении мира, он велел мне быть подобным ему, совершить действие, как бы, подобное ему, завернуться в талит, вот, можно дальше подумать, что это для меня, вот, можете сосредоточиться на этом, представить себе начало мира, утром, как творение, скажем, да, вот, новый день и творение, представить себе начало, начало дня, вспомнить о начале мира, попытаться представить себе, а к чему меня это обязывает, да, вот, может быть, мне тоже, скажем, в чем-то, скажем, обязывает проявить скромность, не давить на других и так далее, может быть, да, вот, но это та, та еврейская медитация, которая, скажем, более всего приемлема, да, можно смотреть, скажем, на каждый, можно смотреть на лист дерева и пытаться представить себе творящую силу, силу творца, но это уже дальше, как бы, от, от иудаизма, да, и вот, в любом случае, мы представляем себе, что в этом плане у земли Израиля есть особая, особая сила, да, когда здесь легче почувствовать, как бы, творящую силу Всевышнего, и об этом написал царь Шламо, написав книгу, да, Шира Ширим, песнь, песни, в которой он как раз и говорит о поиске души, да, духовного мира, связи со Всевышним, описывает это, как поиск, поиск девушки своего любимого, который то появляется, то исчезает, да, и вот такое медитативное состояние, можно представить себе, что оно наиболее сильно, когда человек через саму природу ощущает божественное присутствие, оно наиболее сильно в земле Израиля. Израиля есть гораздо меньше вероятность, что это приведет к какой-то ошибке, да, вот, потому что, скажем, человечество начинало с того, что оно за, у него была, наверное, более, более сильная чувствительность, чем, более сильно развита чувствительность, чем сегодня, и за каждым, за каждым деревцем, за каждым кустиком, за каждым, за каждым живым существом, будь то тигр или будь то муха, или жук с корабей, да, человек чувствовал творящую силу, какую-то силу, которая скрывается за, за всем живым. Но, к великому сожалению, человек не был в состоянии представить себе, что за, за, за всем живым, за всем творением скрывается одна творящая сила. Ему казалось, что есть множество самых разных сил, когда у каждого дерева есть свое божество, и когда каждое животное само по себе несет себе какую-то божественную силу, да, вот в этом, в этом проблема, в этом проблема и опасность медитации, как поиска пути Бога Всевышнего. Тут нужно, как бы, хорошо себе помнить, что сила творящая, она одна, да, везде и повсюду, да, и если ты ищешь какую-то силу, которая скрывается медитативным образом, которая скрывается за природой, за материальным миром, да, то тут нужно помнить, можно помнить две вещи, да, что есть вопрос, кто сотворил все эти, то есть, если ты ищешь какую-то силу, она одна, и ты ищешь не только эту силу, ты ищешь кто, да, ты ищешь, скажем, не какую-то бездушную силу, а ты ищешь Всевышнего, если так можно сказать, божественную личность ты ищешь, да кто, кто он? Это одно, как бы, ограничение для медитации, а другое, это действительно, вот, помните о Широ Ширим, «Песни песней», когда подчеркивается, что за всем, за всем, за всем стоит одна творящая сила, и если душа рвется, тянется к духовному миру, то она душ ищет за пределами материального мира одного, да, не многих, а одного, так, скажем, это склонность, настоящая склонность души, да. – Рождеев, а можно прервать, извиняюсь? – Можно, пожалуйста, можно. – Добрый вечер. – Давайте я сейчас, секунду, только я сделаю общий экран, пожалуйста, да. – Я хотела спросить, во-первых, можно ли назвать, мы сегодня обсуждали, шма таким медитативным символом тоже, то есть человек перед тем, как начинать молитву, как бы приводит себя в такой состоянии, как вы говорите, чтобы он себе напомнил, да, что он там и кто он, ну, к кому он обращается. Ну, это вот пока первый вопрос. – Понятно, да. Я говорил такие общие, я предполагал сказать сегодня какие-то такие общие вещи, да, вот, и, ну, уже из того, что мы с вами сказали, я думаю, что, как бы, понятно, что любая заповедь, тем более молитва, да, она, конечно, требует какого-то медитативного состояния, в том смысле, в том смысле сосредоточенности на какой-то определенной мысли, да. И, конечно, эти мысли, они могут быть разные, да, более глубокие, более глубокие, и степень сосредоточения человека тоже должен, тоже может быть разной. Вот, я бы, но, скажем, то, что можно здесь сказать и предупредить, что никогда не нужно, никогда не нужно ломать себя здесь на этом пути, понимаете, здесь нужно идти спокойно и, как бы, без всякого надрыва, да. Опять же, потому что общая глобальная идея Тора, если говорить о познании Всевышнем, да, это не оторваться от этого мира, да, не оторваться от этого мира, а найти гармонию между духовным миром и материальным миром. И поэтому здесь никакой надрыв, он, в общем-то, не допустим. Все очень спокойно, так, как тебе ложится на душу, так, как соответствует твоему развитию духовному на сегодняшний день, да. И в этом плане я хочу напомнить, что мы с вами, когда начали нашу тему, которую я надеюсь, что мы продолжим, у нас сегодня такое занятие, как бы, в скобках, да, по просьбе организации Бриту-Лам, соотнестись с днем 27-м числом месяца Хешмана, поговорить о, поговорить о, как бы, о Торе или о духовности для всего мира, как бы, вот это наше занятие. Дальше мы постараемся к вам вернуться к Талмуду. Я к чему говорю? То есть, когда мы с вами говорили о Талмуде, да, мы как раз с вами говорили, да, что вот при чтении Ишма Исраэля, естественно, нужно сосредоточение, да, на понятии, в основном на понятии один, единство. И мы с вами поговорили о том, что вот это сосредоточение, оно, скажем, за ним есть ступени. Первая ступень – это то, что один, он хозяин, Всевышний хозяин всего мира, царь всего мира, если хотите, да, вот. И представить себе, да, это как бы минимальное созначение, минимальная мысль, если так можно сказать, да, что он царь вверху, внизу и на четыре стороны света. Этого достаточно. Дальше мы говорили, что, может быть, развитие этой мысли, да, что есть, можно подумать и о свойстве Всевышнего, что у него есть простое единство, которое не встречается в мире, сосредоточено на этой мысли, что единство Всевышнего, оно особое. Можно подумать и о единстве души со Всевышним, да, вот. Все это может быть. И, скажем, в этом плане я просто вижу в вашем вопросе, как бы даже не вопрос, а продолжение мысли, да, что есть медитация, и она связана в основном с заповедями, с молитвой. Можно представить себе, что как бы и вообще просто проходя по миру, человек, вглядываясь в этот мир или специально создачиваясь, он пытается, скажем, медитативным способом почувствовать духовный мир. Можно. Но в основном это связано с заповедями. И ваш пример — это чтение Шма-Исраэль. На самом деле мы обсуждали как раз по поводу Всемирного дня на инох. И мы как бы друг друга спрашивали, кто как понимает, когда читает Шма, ну, к кому как бы обращается. Не то, что к кому, да, но как бы если, например, это читает еврей, ну, как мы вот тут один вариант слышали, то он как бы, можно сказать, обращается сам к себе. То есть он сам себе говорит, что как бы Бог один, да. А так как мы как бы на инох, ну, мы, конечно, рассмотрели там несколько вариантов у кого что. Ну, в принципе, конечно, основа одна и та же. Как бы получилось у нас, что получается как бы такая декларация, что мы как бы вступаем в круг народа Израиля, да, и признаем, что тоже Бог один. И, соответственно, через это признание уже направляем нашу молитву, я не знаю. Ну, как-то у нас так в среднем получилось. Это замечательно, да. Если вы заметили, я не знаю, опубликовал ли Натан вопросы и замечания к нашему последнему занятию, я там послал такой момент, да, что я предлагаю очень простой... Конечно, каждый раз, когда начинается соотношение евреев и инох, здесь возникает целый ряд вопросов. В данном случае я предлагаю просто самый простой вариант, да, и для понимания евреев и инох простейший, простой смысл, самый простой смысл. Что мы читаем? Шма, Исраиль, слушай, Исраиль, Господь Бог наш, Бог один. Мы читаем строчку из Торы, да, единственное место, где Тора декларирует, что Бог, Он один, да, Бог, Он один. Мы читаем строчку из Торы, так же, как мы читаем главы Торы, там, скажем, каждую неделю, да, для того, чтобы снести с ними, для того, чтобы сокраснуться с ними. У нас есть заповедь читать эту строчку Торы, потому что она единственная, которая заявляет о единстве Бога. И здесь, как бы, совершенно необязательно, скажем, говорить для наиног, совершенно необязательно говорить, там, думать, вот как для евреев, а как для нас. Мы читаем строчку истории. Строчку из Торы, которая призывает нас подумать, задуматься над тем, что Бог один. Как подумать? Это уже каждый-каждый идет своим путем и постепенно, и развиваясь, и, скажем, приближаясь к понятию единства Всевышнего, которого нету в мире и так далее. Да, но мы читаем строчку из Торы. Шма-Израэль – это строчка из Торы, поэтому все там комментарии, что это Яков обращался к детям и опасаясь, что у каждого свое представление о Боге, они ему ответили, слушай, Израиль наш Бог один – это все то, что называется мидраж, да, это вокруг и около. Простой смысл, что мы читаем строчку из Торы, единственную строчку из Торы, где в единственном месте говорится, что Бог один, да. Вот ее, как бы, взяли наши мудрецы, установили как заповедь, обязанность сосредоточиться на понятии один, взяли строчку из Торы, да. И вот здесь можно, как бы, по-простому, там, да, можно даже не в связи с этой заповедью, я бы сказал, что, скажем, да, конечно, если мы говорим о Бнейнох, понятии Бнейнох, то мы говорим о Торе, мы говорим о, понятно, что, и говорим об устной Торе, значит, невозможно взять эту Тору, кроме как через, как через еврейский народ. Так же, как и каждый еврей может взять Тору через ее носителей, через мудрецов, через людей, которые разобрались в этом, которые посвятили этому всю жизнь, для того, чтобы разобраться с Торой, еврей может взять через них Тору. Так же, Бнейнох, они могут взять через еврейский народ, потому что, если сейчас самим начать и, скажем, да, то это начать и восстанавливать какой-то смысл, то придумывать, изобретать какой-то смысл, то это будет отрыв от самого главного, от традиции, которая тянется от горы Синай, да, вот. Так что я предлагаю, как бы, в данном случае, скажем, не, не, скажем, это помнить отдельно, о том, что есть еврейский народ, который является носителем Торы, так или иначе, да, вот, может быть, даже является носителем Торы, хорошо, да, вот, но когда ты говоришь эту строчку, ты говоришь строчку из Торы, ты говоришь цитату из Торы, да, которые установили как заповедь, и ты, как Бнейнох, ты берешь ее для себя, да, для чего? Для того, чтобы вспомнить, что Бог один, да, это самое простое, самое-самое, да. Можно еще чуть-чуть, ну, вот, как бы, к теме нашего урока, что в Рафшерке сказано, что смысл жизни – это познание Всевышнего, и, соответственно, вы продолжаете, как бы, это, чтобы вступить в диалог, и вопрос, который мы можем задать, кто, на который нет ответа, я совершенно согласна в этом смысле, что трудно называть, и просто я думаю, что если, как только человек решает для себя, ну, как бы, сотворен этот мир или нет, да, то есть, соответственно, уже у него нет вопроса, как бы, есть Бог или нету, и, может быть, тогда более легитимный вопрос – никто, а что делать? Вот, вопрос очень-очень хороший, вопрос, что делать – это понятно, мы с вами тоже поговорили об этом, да, что есть мораль, есть моральные принципы, без которых невозможно двигаться дальше, после того, как человек один раз задал этот вопрос, кто сотворил этот мир, он очень быстро должен прийти к тому, как вы говорите, что делать, да, то есть, что делать, скажем, здесь можно… Ну, я имею в виду, через вот эти действия, собственно, что делать, то есть, соответственно, познание там, больше ты, как бы, обрисуешь, ну, как бы, ответ на вопрос «кто?». Это правильно, да, вот, но сам вопрос, сам вопрос, он уже очень сильно продвигает человека, в принципе, скажем, да, мир, ведь он строится, как бы, Всевышний ведет себя с человеком так, как человек ведет с ним, да, человек, он, как бы, изначально дает посылку, а Всевышний ему отвечает, поэтому, если человек ищет Всевышнего, то обязательно Всевышний откроется ему так или иначе, да, вот, так же, как Абраму, вот, если Абрам очень сильный, у него сильная душа, он пророк, ему Всевышний открылся сильно, другому человеку он откроется менее сильно, он обязательно откроется, да, вот, если человек исходит из того, что, что Всевышнего нету, да, так и мир так строится, как скрытие, да, и Всевышний продолжает скрывать себя, да, в этом плане есть у Бааль Шемтова интересное высказывание, оно тоже такое, скорее, поэтическое, чем точное, вот, я его очень осторожно привел, да, Бааль Шемтов говорит, что Всевышний – это тень человека, обычно мы привыкли, что человек – это тень Всевышнего, как бы, цель, да, вот, как бы, тень, так, его душа, скажем, отражает что-то и так далее, а Бааль Шемтов все перевыровачивает, говорит, Всевышний – тень человека, в том плане, что как человек идет, так с ним идет Всевышний, как он ведет себя, так ведет себя с ним, с ним Всевышний. В этом плане, скажем, можно было бы привести пример, как раз бы, как раз не из-за еврейского мира, двух, двух людей, да, есть, есть Паскаль, это 17 век, человек такой, несколько, ну, человек духовный, направленный на поиск духовного мира, да, и он свидетельствует о том, что в один день, он называет этот день, я сейчас не помню дату, да, ему приснился, ему приснился сон, совершенно ясный, четкий, да, ему было сказано, я Бог Авраама, Ицхака и Якова, а не Бог философов, да, поскольку Паскаль был ученым, и он занимался наукой и одновременно поиском Всевышнего, то Всевышний ему сказал, что, скажем, да, занимаясь наукой, занимаясь наукой, ты не можешь найти Бога, я не Бог философов, я не Бог ученых, да, я так не раскрываюсь, я раскрываюсь, как Бог Авраам и Ицхака Якова, то есть раскрываясь через Тору. Паскаль носил с собой эту запись, запись этих слов он носил постоянно с собой, зашитой в одежде. И он был человеком таким очень духовным, постоянно который искал Всевышнего и, видимо, продвинулся как-то на этом пути. Был другой человек, которого вы хорошо знаете, это Фридрих Ницше, который сказал, что Бог умер. Может быть, из его слов можно что-то выучить, что мир стал таким, что Всевышний все меньше и меньше ощущается и так далее. Но сами слова, они ужасные. И можно представить себе, что Ницше кончил в сумасшедшем доме. Так что поиск Всевышнего – это не, скажем, путь человека, его соотношение со Всевышним, с духовным миром. Это не просто так. Это действительно как человек идет, так Всевышний идет с ним. И опять же, если у человека есть усилие, обязательно должен быть ответ. Есть, конечно, на этом пути такого поиска подстерегает много опасностей, много ошибок, не дай Бог. Поэтому мы с вами сегодня и поговорили о каких-то вещах таких основополагающих. И о духовном мире, и о его отделенности, и соотношении о том, при том, что духовный мир отделен, как можно с ним соотнестись, через пророчества, через усилия, вопрос кто и так далее, так далее, так далее. Поэтому мы с вами поговорили, как бы вещи, на мой взгляд, очень важные для человека, действительно, который не просто занимается, там, скажем, изучением и так далее, представляет себе какое-то изучение Тора, и в том или ином плане, для очень важного человека, для которого хочет в своей жизни соотнестись с духовным миром. Это, безусловно, желание совершенно, на мой взгляд, необходимое для любого человека. Но в то же время нужно понимать, что здесь нужно быть очень осторожным. Вот какие-то основные моменты мы с вами постарались очертить здесь. Тут в этом плане, понимаете, я, с одной стороны, просто восхитился этой фразой Рава Шерки в видении к шуха на руху, да, что смысл жизни человека – познание Всевышнего. С другой стороны, я несколько так ужаснулся и, скажем, как бы даже в душе немножко рассердился от него, потому что если ты сказал такую вещь, то ее надо расписать, да. Но я понимаю, что у него времени не очень много, или он очень с большим доверием относится к людям, что каждый как-то поймет это для себя, да. Но я вот, как бы, если, скажем, переводить такой шуха на руху, Рав Шерки на русский, я бы обязательно сделал к нему какие-то комментарии, дополнения, чтобы человека не оставлять в таком, как бы, почти в вакууме, да, вот познать Бога. А что такое познать Бога? Как идти по этому пути? Ну, хотя бы дать какие-то наметки, да, здесь. Вот. Окей. Хорошо. Хочется что-то еще спросить? Есть какие-то вопросы? Простите, можно спросить тоже вопросы? Обязательно, обязательно, да. Обязательно можно. Спасибо большое, очень все интересно было. Вот я в связи с этим, вот раз мы говорили о том, как человек познает Всевышнего, там, какие он методы, есть пути, да. И вот я вспомнила, я несколько лет назад читала книгу американского журналиста. Он рассказал о своем пути, как бы, сначала к религии, потом от религии. Ну, он христианин, но там, это, как бы, здесь не суть. И вот он рассказал, почему он разочаровался в религии. Потому что он говорит, как бы, Всевышний от нас в этом мире прячется. Мы не видим, мы не понимаем, почему с нами происходит что-то. Вот у нас случается несчастье, а мы не можем понять, за что нам это, или почему нам это, или, наоборот, что-то хорошее, тоже для чего нам это. То есть, как бы, он с нами как будто в прятки играет. То есть, вот, мы не получаем ясных ответов на молитвы. Или, если получаем, то как-то все как-то непонятно. То есть, он говорит, ну, вот как-то все как-то непонятно получается. Вот у него, поэтому, он разочаровался вообще в религии, и вообще стал атеистом. Как бы, вот, вот, как бы, вот, что его смутило. Вот, что бы, вот, вы сказали бы человеку, который говорит, а вот где Бог-то, вот, как бы, вот вы говорите, что вот он меня видит, он меня, там, слышит, он мне, там, любит меня. А как я могу, куда-то я это вижу-то? Со мной что-то происходит, ну, как-то это все можно истолковать по-разному. Там, не знаю, тебе наказание, нет тебе это испытание, нет тебе это, там, вразумление. То есть, вот, как-то все это очень двойственно, множественно, множественно, как бы, вот так, примерно так. Что здесь можно сказать? Это, да, вопрос, вопрос вечный, вопрос, вопрос понятный, да. Я исходил из того, что, как бы, из позиции человека, который, вот, решил для себя, понимаете, и который, как бы, живет в этом мире, он не может иначе, да. У него есть вопрос, кто это, кто скрывается. Он ищет на него постоянно ответ и получает этот ответ через, как бы, каждый по-своему индивидуально, каждый через свою душу. Он иногда часто не может поделиться даже своим опытом, но он живет с этим, понимаете. Вот, я исходил из этого. Вы говорите немножко о другом, о вопросе человека, да, вот, о его таком отчаянии, о вопросе о той посылке Ницше, да, что Бог умер, он не проявляется в этом мире. Все, как бы, его нету, там, да, вот, скажем, да. Тут ничего, с таким человеком ничего, с таким человеком ничего нельзя поделать, да. Тут можно сказать, тут можно сказать такую вещь, да, что кроме, во-первых, есть вера, да, во-вторых, да, кроме такого индивидуального плана, да, когда Ницше говорит, я уж не буду повторять его фразу, как он сказал, потому что меня каждый раз это коробит, я скажу, да, скажем, что Ницше говорит, она говорит примерно, да, что Бог скрылся, да. Скрылся очень хорошо, то есть не хорошо, а как бы это факт. А что, но я могу что-то сделать для того, чтобы он раскрылся? Я верю в то, что должно быть раскрытие Всевышнего, и я верю в то, что оно принесет в мир благо, что мир, который существует сейчас, он испорчен, он испорчен человеком, людьми. Каждую минуту люди могут исправиться, каждый человек в отдельности, и все народы вместе. Что я могу, что я могу сделать для этого? Я смотрю в пророках, да, я понимаю, как бы, для, понимаю для себя, что, скажем, да, если возвращение еврейского народа на землю Израиля открывает, открывает новую эпоху, оно меняет мир, меняет представление людей, а если меняет представление людей, мир становится лучше сам по себе, а если его представление людей становится более, более духовными, если они даже, если они начинают даже подозревать, что кто-то управляет этим миром, да, если они видят, что пророчества исполняются, да, то мир меняется, да, значит, я как человек, я могу, я могу не говорить, что, и не хочу говорить, да, что вот, ничего не видно, и Бог играет с нами в прятки, да, я хочу сделать что-то, чтобы духовность в этом мире раскрылась, да, так как я понимаю, да, что для этого нужно было бы привезти еврейский народ в землю Израиля, тогда бы весь мир, да, не только Израиль, но и весь мир, по идее, нужно было бы построить храм, откуда должно исходить благословение на весь мир, да, вот, хотелось бы, и я думаю, что я могу сделать в этом плане, я не говорю, что вот, вот, все это, это, в прятки скрылся, где есть занавес, железный занавес, непреодолимый, да, я понимаю, что очень много можно сделать для того, чтобы в мире произошло раскрытие Всевышнего, да, и для меня, и для других, и пытаюсь это, и пытаюсь это делать, да, да, вот, а не как там обиженный ребенок куда-то убегаю, да, я в Израильской армии первое, что, чему меня научили, да, что когда ты показываешь пальцем, указательным пальцем показываешь на кого-то, то три пальца обращены в твою сторону, да, то, что всегда нужно искать проблему в себе, проблему в себе и пытаться ее исправить, да, они, это в любом случае, это и позитивно, как говорят, и креативно, да, а не то, что переваливать проблему на кого-то другого, да, вот, можно там переваливать проблему на другого, обижаться на Всевышнего, что он скрылся, пожалуйста, даже хорошо, так что сама по себе обида, это уже как бы желание, чтобы он раскрылся, но, да, из одной доли, которую ты предъявляешь претензии ко Всевышнему, ты три доли напротив этого предъяви претензии к себе, что ты не все сделал для того, чтобы он раскрылся для тебя или других, да, вот, и, а так очень, очень как бы, это тупиковая, тупиковая ситуация, да, отбросить, вместе с понятием Всевышнего, отброситься и понятие морали, да, и уж тем более божественные морали, о которых мы говорили, которые человек сам по себе не постигает и не может его построить, да, и просто мир придет к, мир придет к разрушению, да, а я не хотел бы, я... То есть раскрытие, простите, раскрытие Всевышнего, оно как бы от нас зависит, как бы вы считаете? Безусловно, безусловно. Если мы больше будем делать там добрых дел, там, не знаю, каких-то там, не знаю, там молиться, там что-то делать хорошее друг другу, любить ближних, то тем как бы мы больше будем ощущать его присутствие. Безусловно, да, безусловно, безусловно, да. Вот вы очень правильно сказали, я бы тоже, опять же, скажем, сказал бы осторожно, что добрый, все нужно делать с умом, и все нужно делать с соотношением с Торой и с пророком, и с пророком, и те же самые добрые дела. Но в любом случае, если я хочу, чтобы Всевышний мне открылся, я должен его искать. Если я хочу, чтобы в мире стало лучше, то я должен что-то для этого делать в плане, как бы, если так можно сказать, в общественном плане, да. Вот. И это зависит от меня, да, как бы, так же, как и от других, и зависит от меня. А, спасибо, спасибо. А вот еще такой нюанс, только, вот я на каких-то лекциях, а вот, может быть, кто-то говорил, что ведь есть такое, как бы, ну, не знаю, мнение, по-моему, где-то в Талмуде, что когда-то, вот, ну, во времена пророков, может быть, чуть раньше, как бы присутствие Всевышнего, или духовное, как бы, ну, ощущение духовности в мире было, ну, более очевидно. Потом по какой-то причине, видимо, по причине того, что люди стали, вот, по причине этого, как бы впадать в это поклонство, Всевышний забрал это ощущение у людей. Как раз вот даже историки светские называют это осевым временем. Время там примерно где-то, вот, пятый, шестой век до нашей эры, что-то такое вот. Как раз, как раз началась, как бы, кончилась религия, началась философия в мире. То есть там греческая философия появилась. Очень, да, да, да. Вот примерно так. И вот, значит, соответственно, как бы люди перестали ощущать это, вот, ощущение божественности в мире. Вот. Ну, соответственно, есть надежда, что, может быть, это присутствие когда-то будет возвращено людям, допустим. Вот особенно сейчас, когда, ну, как бы, с восстановлением государства Израиля, что еврейский народ вернулся на святую землю, может быть, это будет проявляться и, может быть, это вернется когда-то к людям. Вот в какую-то мессианскую эпоху, там, и что-то типа творить. Вот как-то так. Ну, вы практически все изложили. Мне уже ничего не осталось добавить, понимаете. Вот. Скажем, если бы вы все время так делали, то мне бы вообще не осталось никакого места тут на лекции. Скажем, да. Я думаю, это в шутку. Если серьезно, то я думаю, что вы все очень правильно, все очень правильно изложили, что пока стоял первый храм, то в мире не было атеизма. И в мире-то, в общем, не было философии. Философия появляется либо в конце первого храма, либо после его разрушения. Почему? Потому что, как вы сказали, ощущение человека было совершенно явное, но только не Всевышнего, к сожалению, а духовного мира. То, что мы говорили, что человеку представлялось, что за каждым кустиком, за каждой травкой, за каждой змейкой, за каждым живым существом есть какая-то сила. Представление о том, что это одна сила, оно, к сожалению, не возникало. И, как бы, можно сказать, исторически мы это видим. И поэтому было и до упоклонства. И до упоклонства как бы реальное, когда человек чувствует духовный мир, его тянет к этому духовному миру. Он, к великому сожалению, он не понимает, что духовный мир настоящий, он связан с моралью, и он совершает постыдные, непристойные действия для того, чтобы увеличить свои ощущения духовного мира. И перед нами мир, как бы, перед нами мир этого поклонства. И стоит первый храм, который дает возможность людям почувствовать духовный мир. И, к сожалению, значит, эта возможность, она извращается. Я сейчас не... Да, и она извращается всем миром, и частично это, к сожалению, происходит и в еврейском народе. сильнейшая возможность почувствовать духовный мир, она извращается вместо одного источника, воспринимается множество источников. Когда начинает... Тогда Всевышний начинает забирать эту силу, ощущение. И тут появляется... Тут появляется как раз место для философии, потому что, скажем, в истории человеческой мысли мысли различают переход от мистического мышления к рациональному. Мистическое мышление, о котором мы с вами говорили, что когда все объясняется тем, что есть... И не только объясняется, чувствуется, что за любым материальным предрядом стоит какая-то духовная сила. Философия, которая появляется вдруг на пустом месте, и, в общем-то, если говорить о Греции, она, скажем, очень неожиданно она противоречит, вступает в противоречие с его поклонством философии, скажем, Сократ, которого казнили за то, что он воспитывал молодежь в плане неуважения к богам, совершенно неожиданный такой момент, связан с тем, что человек может сказать, человек может сказать, давайте оставим вот этот все, что я четко не вижу, и все, что не присутствует, все, что не постигается моим разумом, рациональным мышлением, я оставлю это в стороне, да, вот я исхожу только из раций, на основе своих ощущений, простых, опять же, так что ощущение духовного мира отодвигается на задний план, и появляется возможность сказать, что я исхожу из простых ощущений, из ощущений материального мира, из этого я строю свое понимание, и на основе своего понимания я анализирую, да, если вы мне хотите привести какие-то доказательства, аргументы из духовного мира, то я это не принимаю, как сказал Зенон, да, что все, что я не понимаю, не существует, не понимаю, как бы, в принципе, непонимаемым разумом, да, все это не существует, вот, и происходит переход от мистического мышления к мышлению рациональному, да, дальше возникает проблема с рациональным мышлением, могу ли я все определить из рацио, могу ли я все проанализировать, и первый вопрос, который ставит, скажем, философия Сокран, да, он говорит, что я знаю, что я не знаю, не то, что ничего не знаю, я знаю, что я не знаю, то есть, каждый, каждый аспект, каждый момент, каждое понятие требует тщательного выяснения, вот, и до конца понятия определить ничего невозможно, но это неважно, да, но в любом случае, и отталкиваемся только от рацию, мир духовный оставляем в стороне, почему, да, потому что он стал слабее, потому что он, поэтому появилась такая тенденция анализировать с точки зрения рацию и разума, да, она появилась в конце первого храма, когда, когда влияние шхины, божественное влияние на мир стало меньше, да, вот, и вместе с этим и сила и до поклонства стало меньше, да, вот, и появилась возможность вот, такого введения философского рационального мышления. Сколько можно заметить, что очень, скажем, интересно, да, вот, что философия начинается со школ монизма, со школ, с поиска единого, единого начала, то есть у человека как-то вот так, даже в его рациональном мышлении заложено изначально, что у всего должно быть единое начало, и вот школы монизма, они пытаются найти единое начало всего сотворенного, да, но это в скобках, а то, что вы говорили, то есть как бы соотначаясь с вашим вопросом, что да, действительно, есть такой водораздел в мире, где мистическое мышление остается в стороне и постепенно оказывает все меньшее влияние на человечество и все больше оказывает рациональное мышление на человечество, и мы обсудили, почему. есть что-то еще, что хочется спросить? Валенький такой вопрос, если это уже обсуждалось, то вопрос снимается естественно автоматически, касательно веры, просто было сказано, да, ты можешь отреагировать так, ты можешь отреагировать так, вера это дар от Всевышнего или это что-то, что каким-то образом приобретается человеком, откуда приходит к нам вера? Да, вот хороший вопрос, я тоже хотела что-то подобное спросить, то есть ответственен ли человек за то, что вот кто-то верит больше, кто-то верит меньше, кто-то вообще атеист, то есть вот как бы если вот там вина, как вот раньше люди считали, что вот он неверующий, значит он грешник там какой-то там богохульник, вот как-то так, это вот пример. Способность здорованная или приобретенная? Врожденная или приобретенная? Инстинкт врожденный или приобретенный? Еще можно можно добавить, расширить вопрос, да, вопрос не только откуда приходит вера, вопрос куда она уходит, вот ведь вопрос большой. Сначала должна прийти, чтобы было чему уходить. Что можно сказать, да, скажем, дело, конечно, очень сложное, дело очень сложное, нетривиальное, у каждого человека есть есть свобода, есть свобода выбора и она есть и в плане веры, да, теперь мы с вами представляем себе, что очень очень сильно все зависит от воспитания, да, если нету, если нет воспитания, если вера не прибита как бы с детства, то потом это только вопрос вопрос чуда, да, что я хочу сказать, да, что, скажем, если мы возьмем еврейскую традицию, то мы видим с вами, что на воспитание детей обращается очень большое внимание, да, скажем, у нас есть праздник Песох, торжественный, центральный праздник, центральный праздник, да, какая главная заповедь в этот праздник, рассказать ребенку о выходе из Египта, если сидят мудрые люди, они не должны философствовать и там выяснять какие-то тонкости закона, все должно быть направлено на ребенка, да, потому что, да, если не заложить веру с детства, да, вот это как бы традицию, которая тянется с горы Синай, передается из поколения в поколение, если упустить этот момент, то дальше это вопрос чуда, да, это также отражено в еврейском законе, потому что существует понятие, существует понятие плененный младенец, да, оно обсуждается в седьмой главе трактата Шаббат, подробно там, скажем, да, вот, и глобально говоря, тоже я не вдаваясь в подробности, да, плененный младенец, он не несет никакой ответственности, да, он считается находящимся в вынужденном положении, нельзя человека обвинить, когда он находится в вынужденном положении, и если он слушал, да, если он слушал, он вырос в семье, в которой не заблюдается традиция, или, скажем, в нееврейском окружении совершенно, если мы говорим о еврейском законе, да, он считается плененный младенец, и он дальше может слушать сто лекций по радио, и по интернету, и все, пока он не приходит к вере сам, и не принимает на себя обязанности соблюдать заповеди, у него нету ответственности, да, и нарушает ли он субботу, нарушает ли он какие-то другие серьезные проблемы в отношении человека со Всевышним, отношении человека с человеком в отношении Всевышнего, ему нельзя предъявить никакие претензии, его нельзя привезти в суд, его нельзя, вот, это, скажем, да, что, и, что с ним делать, вопрос только чудо, да, если человек возвращается дальше к Торе, возвращается к традиции, традиции, которые тянутся с горы сена, это вопрос, вопрос чуда просто, с такой общежитейской точки зрения, с общечеловеческого опыта, с точки зрения общечеловеческого опыта, с него ничего нельзя потребовать, вот, поэтому, скажем, да, вера, скажем, по крайней мере в еврейской традиции, она предполагается как передающаяся из поколения в поколение, вот, скажем, передающаяся из поколения в поколение, и у человека, естественно, остается свобода выбора, потому что уйти всегда, уйти всегда можно, вот, и, к сожалению, значительная часть народа этой свободой выбора, она воспользовалась в неправильном направлении, но это, это отдельный разговор, скажем, да, это то, что можно сказать, да, вопрос, чудо, да, как его складываются жизненные обстоятельства, может быть, у него есть какие-то заслуги предков, да, может быть, у него есть какие-то собственные заслуги, у него бывает, ему бывает помощь с небес, когда ему что-то открывается, так просто как-то непонятно, как человек может вернуться, да, может быть, вот у нас, у нас большинство присутствующих, особенно те, кто не евреи, а кто, вот сознательно выбрал этот, ну, как бы, ну, интерес к еврейской традиции, ведь мы-то все, как бы, выросли в светских, чаще всего, семьях, но вот я тут общалась с людьми, как бы, у нас здесь в наших группах, и уж тем более никто нам еврейскую традицию, это точно никто нам не рассказывал про нее никогда, а так же, вот почему-то мы ее выбрали, как бы, вот так. Это вопрос чуда, да, когда Маше спрашивал Всевышнего, а как вот твои пути, да, Всевышний сказал, вы ханоти это шер и хон, да, я помилую того, кого помилую, и, по крайней мере, Раби Каплан в своих очень интересных книгах, он говорит, что это говорит о том, что кого я помилую, да, кому я, кому я дам, помилую, да, кому я дам понять, да, кому я дам понять, это ты не спрашивай, да, есть много, есть, конечно, много интересных случаев, да, я, как бы, сталкиваюсь, общаюсь с людьми так же, как вы, вы, да, скажем, вот есть, например, очень интересный, очень интересный художник, который прошел Геюр. Он рассказывает о себе, что он вырос там, скажем, в украинской деревне. Но каждый раз, когда он открывал Тору и читал пророков, читал пророков, Веткий Завет, как там говорят, то и он видел, что Всевышний говорит, я соберу тебя и возьму с края земли. Он думал про себя. Думал про себя. Как же он возьмет меня с края земли? То есть он себя заранее отождествовал с теми, о ком говорится в Торе. Как? Почему? Совершенно непонятно. Слава Богу, постепенно пришел к тому, что он принял Геюр и очень интересный человек с потрясающе интересным творчеством. Художник. Но, скажем, вот это один из примеров, то, что вы говорите. Я вам говорю, чудо, просто чудо, как для еврея, так и для нееврея. Потому что мы с вами представляем себе, что есть много случаев похожих на Маугли, да, на Могли, как говорят, на иврите, когда человек вырастал среди животных или среди каких-то диких племен. Привить ему потом какие-то понятия человеческие практически невозможно. Просто невозможно. И понятно, что очень много зависит от среды, от воспитания, от того, что в детстве. Опять же, да, просто чудо. Чудо, когда вот человек вот так вот открывает Танах, да, и читает, читает про себя. У него даже нет сомнений, что он читает про себя. Он как бы никаким образом к еврейскому народу не относится. У него, но сознание его, то, что он читает про себя. Чудо, просто чудо. Идет, понимает, приходит к глубочайшему пониманию духовных вещей и умеет выразить их в художественном творчестве. И множество таких примеров и, скажем, и среди евреев, когда они приходят к вере в результате какого-то откровения божественного. Но это возможно, возможно, опять же, только если человек либо у него есть заслуги предков, либо он занят поиском, духовным поиском. Окей. Вот, я очень рад тому, что у нас сегодня получился. Можно еще один вопрос? Да, пожалуйста. Мы для этого здесь и как бы собираемся. Ну, вы все-таки считаете, что атеисты все-таки должны в этой системе нашей на Земле быть, существовать? Считаю ли я? Я не знаю. Какая разница, что я считаю? Они существуют. Факт и факт. Они существуют, но творец же их тоже создал, дал жизнь. Они живут изо дня в день. Они существуют. Значит, они должны быть в системе. Значит, для чего-то они нужны. И значит, Бог им не дает покамести, или вообще не даст, чтобы они пришли к Богу. Но они-то существуют. И вот мне... Как это все сопоставить? Мне тут трудно сказать, скажем, должны они быть или не должны быть, какую они роль играют в мире. Трудно сказать. Могут ли они выйти на моральный уровень, скажем, высокий для того, чтобы, скажем, проявлялся образы подобия человека? Возможно, что да. Возможно, что да. Как бы, может быть, это не повсеместные, может быть, это редкие случаи, но есть люди, которые как бы вот каким-то инстинктом, они высоко моральны. Я сейчас не берусь даже как бы говорить, но мне предполагают, предполагают, что есть такой момент. я не могу искать им место, скажем, вот должны они быть или не должны быть. Я бы хотел, как бы, по-хорошему, без всякого насилия, чтобы их было меньше, потому что представляется, что вера, она дает очень много, очень много человеку. Как говорил Елель, любви творения, то есть любви творения, как у людей в данном случае, и приближай их к Торе. Если ты любишь человека, сделай, чтобы ему было хорошо. А как же ему может быть хорошо, если от него закрыт духовный мир, то есть настоящего, настоящего блага он вообще не знает и не представляет себе. Вот. И, скажем, опять же, никому не навязываясь, ни в коем случае, да, не считая никого, не считая никого, там, скажем, ущербным или недостойным заранее, если он никого не убивает и не грабит и так далее, вот, то не обвиняя никого ни в чем. Моя задача, скажем, да, открыть возможность, вот, лучше всего, да, написать книжки, бумага, все вытерпит, открыть возможность человеку, чтобы он приблизился к духовности, да, вот, обвинять его, судить, вообще как бы судить, да, вот, как опять же, как сказал Жванецкий, по-моему, очень мудрую фразу, да, он сказал, что думать трудно, поэтому большинство людей предпочитают судить, да, вот, да, никому не стоит выносить там оценки, там, скажем, он плохой или хороший, да, вот, я представляю себе, что, конечно, быть хорошим без духовности, в общем-то, трудно, вот, и хотел бы приблизить людей к духовности, скажем, но ни в коем случае никого не осуждая, не осудить, не давать никому не оценки и так далее, да, скажем, это, скажем, мое соотношение с, мое соотношение с атеизмом, да, пожалуйста, да, извините, что перебил, да. В моей жизни было четыре человека, которые были отпеты атеисты, вообще, не подходи, не рассказывай. Как-то я этим людям всем по очереди все время говорила, что что атеисты даже в какой-то степени немножко ближе к Богу, чем определенные верующие люди, которые ходят в церковь всю жизнь. И именно это предложение в них проявило желание поискать что-то, посмотреть, духовное. И вот вижу, как они, конечно, сначала на философии сидели, но немножко продвигаются. Я не знаю, грех это или не грех, но я так сказала почему-то, и это действовало. сама я не знала, что я еврейка, может быть, другие туда не знают, как я почти пять лет назад узнала, что я еврейка, но перед этим я изучала тему масонства и все время меня волновало, почему все катят бочку, извините за выражение, на евреев. И я пошла в библиотеки искать, что же это такое. И, в общем, начала вообще с одной стороны и получилось так, что я вообще пришла назад еврейства, и мама мне подтвердила, что я еврейка и со стороны папы и мамы. Так что, я думаю, если человек снизу проявит к Богу, что-то снизу проявит, он захочет искать, ему Бог даст ответ. Потому что свободная воля, да, как вот вы сказали. Но если он вообще ничего не ищет, тогда ему и знание закрывается, хотя у него свободная воля и Бог не хочет ему открывать. Да? Вот так как-то. То, что... Вот простите, можно я пять копеек еще вот буквально секундочку, потому что я сказала, только чтобы мне мысль не потерять. Все, извините, ради Бога, извините. Просто вот она сказала, что атеисты иногда ближе к Богу, чем верующие. Вот я просто вспоминаю лекции у Бенхасполонского, была лекция, по-моему, он на Арава Кука ссылался, что атеист это действительно человек, который, ну, назвал это как бы такая вот душа разрушения, что ли, что которого просто он очень остро чувствует какое-то, ну, фальш или несовершенство вот существующих форм религии. Поэтому он, не то, чтобы он против верующих, но существующая религия в существующем виде его не устраивает. Он чувствует какое-то ее, может быть, ну, какое-то несовершенство, какое-то там, то, что она уже устарела, то, что нужно менять эту форму. Поэтому вот он борется и вот он просто вот отвергает как бы все, просто потому, что вот он не умеет как бы выделить там положительное там какое-то зерно от там чего-то там неправильно. Да, очень правильно. Я, в общем, согласен, с одной стороны. И вот это то, что я хотел сказать Еве. Видно, у вас нашлось и нашлись как раз те люди, которые вас услышали, понимаете? Вы же сказали, они вас услышали. И правильная совершенно линия нашлась. А скажем, почему, скажем, если вот это Аня сказала, уважаемая, что иногда, я очень хочу подчеркнуть, что не всегда, далеко не всегда, иногда человек не приближается к религии или отходит от религии. Потому что он видит недостатки. Недостатки религии, несовершенства в религии. В этом есть, может быть, какой-то положительный элемент, что он что-то не принимает. Но гораздо больше отрицательного. Во-первых, нужно учитывать, что это далеко не все люди, понимаете? Далеко не все люди соотносятся с тем, что не так, что-то их раздражает или что-то они не принимают. Многие люди уходят просто своим дурным желанием. И все. Поэтому это нельзя сказать. Есть разные, Равзеев. Значит, есть разные атеисты. Одни атеисты, потому что они видят, что все неправильно, религия, что Бог не может родиться на земле. Это вред, это сказка. Совершенно верно. Совершенно верно. Есть люди, которые думают о Боге и не принимают то, что, скажем, то, что, скажем, в общем, установлено или то, что им кажется иногда общим, они не думают о Боге. А есть люди, которые не хотят ничего просто. И поэтому, да, и о них нельзя совершенно это сказать, что вот в них есть какое-то положительное зерно. Нет у них никакого положительного зерна. Есть стремление за своим инстинктом и все. Те люди, которые отталкиваются от чего-то, у них есть какое-то положительное зерно. Но я бы сказал, что это тоже небольшая высота вот такая огромная, что их стоит хвалить. В этой связи мне всегда вспоминается рассказ Рава Сильвера, который ездил по Польше после Второй мировой войны. Он получил разрешение ездить в форме бригадного генерала американской армии в Польше. Как вы знаете, после Второй мировой войны в 46-м году было ужасное положение евреев, тех, которые остались. И он ездил с целью помочь. И вот он рассказывает об одной разговоре о встрече с одним евреем, который был в лагере и остался жив. И он отошел от веры. Мы знаем, что катастрофа и вера – это особый вопрос. Так вот Рав Сильвер спросил его, почему он отошел от веры. И тот сказал ему, что вот я в лагере видел, как был человек, у которого был тфелин. Это был один тфелин на весь лагере. И он давал его одевать людям за кусок хлеба. Я видел, как он собирает куски хлеба у людей, чтобы те могли одеть тфелин. И я тут подумал, что как же такое может быть. Я после этого отошел от религии. Рав Сильвер ему сказал, ты увидел одного, который берет куски хлеба у людей из тфелин. Но ты не увидел сотни, которые готовы отдать последний кусок хлеба, чтобы одеть тфелин. Все зависит от того, как человек смотрит на вещи. Что он видит. Конечно, есть очень много всего отрицательного. Есть много всего возмутительного в религии, у религиозных людей. Есть много неправильных представлений. Но опять же, если говорит Рав Шерке, у него есть такое высказывание. Он говорит, я иногда разговариваю с атеистами. Я прошу их сказать. Скажите мне, почему вы не верите в Бога. И они ему начинают рассказывать, что Бог такой, такой, такой. И он говорит, ну так в того Бога, в которого вы не верите, я тоже не верю. Потому что это совершенно неверные представления. Совершенно неверные, искаженные представления о Боге. И люди это чувствуют и видят. И все, и так далее. Но есть же много всего положительного. Гораздо больше положительного. Есть надежда какая-то на исправление. Понимаете, люди это не видят. Они хотят с этим соотноситься. Поэтому я бы не стал, несмотря на то, что, мне кажется, что Аня сказала правильную вещь. Я бы не стал рассматривать это как положительное явление. То, что есть вот атеисты, там, скажем, есть воюющие атеисты. Да, для этого есть основания. Но, тем не менее, я не вижу в этом большого положительного момента. Они не видят массы положительного. Массы людей положительных видят только отрицательные стороны. Ну, так, знаете, так во всем можно видеть только отрицательные стороны. А то, что мы, слава Богу, мы не утратили традицию за 3000 лет. Это факт. Мы несем ее и будем нести дальше. А те, кто хотят сказать, что все уже плохо. Ну, пусть они говорят. Ну, что ж, можно сделать. Да, вот, кстати, как вы сказали, что атеистами, ну, как бы, две категории людей, основные, которые становятся атеистами. Да, да, да. Половина просто я, ну, я встречала, как бы, тех и других, которые говорили, ну, я раньше там был верующим, но потом понял, что что-то много всяких ограничений, то туда не ходи, это нельзя, там, делай то, там, делай не это. А вот мне хочется жить, как я хочу, мне, ну, как бы, я все это выбросил. А вот я рассказывала про американского журналиста, который, ну, тоже разочаровался. Он разочаровался в виде такое недостойное поведение верующих. Он в начале 2000-х годов в Америке, ну, вообще в Америке, по всем мире, был большой скандал. Ну, все, наверное, знают, в католической церкви, там, педофилия священников. А он был журналистом, он занимался этим расследованием, общался, там, с жертвами, с этими, там, с духовенством, с жертвами. И вот он стал думать, как же так, вот эти люди себя, как служители Бога представляют, а как же Бог это допускает, а как же вот так. Вот он пришел к выводу, что вот, наверное, Бога то ли нет, то ли он куда-то там спрятался, что ли, не знаю, что он, люди откровенно делают такие гадости, при этом продолжая называть себя его служителями, а ему как будто все равно. Ну, наверное, его там, не знаю, нет или что-то там куда-то, ему на нас наплевать. Вот он как бы все решил выбросить вообще за ворот. Ну, да, и я думаю, что нам как надо заканчивать. Вот то, что вы сказали, это важно, но мне кажется, это уже повторение тех мыслей, которые вы сказали раньше. И, скажем, все трудно, все трудно ухватить, да? Ну, нет, все, спасибо, все уж, конечно, хватит. Нет, 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 все, все хорошо. Мы вас уже замучили, наверное, вас замучили. Нет, 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 я благодарен всем, кто спрашивает и благодарен за откровенный разговор, потому что это самое важное. Я могу вещать сколько угодно, понимаете, но я не знаю, что вы из этого понимаете, как вы это для себя понимаете. И у нас не получается диалог. Сегодня, слава богу, на мой взгляд, получился диалог. Вот это цель этих занятий, понимаете, излагается какая-то тема, потом мы обсуждаем. Вот, еще раз хотел бы подчеркнуть этот важный момент, мне кажется, да, что и вот Рав Кука не совсем верно понимает, всегда вот говорят, вот видят положительное, положительное то, что он говорит об атеистах, то во всем есть положительный момент, что они как бы в качестве критики, они приводят к тому, что, скажем, религиозные люди должны посмотреть на себя несколько иначе. Все это правильно, кроме того, что мы сказали, существуют разные люди, и отход от религии, он по разным причинам. И неудовлетворенность и критика – это только одна из причин, и это небольшая часть людей. Ладно, давайте мы с вами остановимся, хотя мне тоже немножко жалко, но вот просто наше время истекло уже, как бы, да, и постараюсь в таком же плане и в таком же духе продолжить наши занятия, и вы тоже, пожалуйста, готовьте вопросы и настраивайтесь на обсуждение, так будет гораздо интереснее. Хорошо? Ладно, всем всего самого доброго. Спасибо. Я теперь… Да, большое спасибо вам, большое спасибо. Вам спасибо за участие активное, действительно большое спасибо. Так, вот мы останавливаем, я останавливаю видео и завершаю конференцию. Всем еще раз большое спасибо. Большое спасибо. 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 Большое спасибо. Спасибо.